Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, временно управляющий Кубанской митрополией, совершил богослужение в Свято-Екатеринском кафедральном соборе Краснодара. Разделить молитву с архипастырем под сводами храма собрались многочисленные прихожане. Митрополит Кирилл хорошо знаком кубанской пастве. Временно управляющим Екатеринодарской кафедрой владыка становится уже во второй раз. Первый был связан с печальным событием, когда епархия в 2020 году осиротела после смерти преснопоминаемого митрополита Исидора. По окончании литургии владыка Кирилл обратился к верующим со словами назидания, посвященными евангельскому чтению этого воскресного дня. В отрывке из 8 главы Евангелия от Луки, прочитанном за литургией, Господь наш Иисус Христос рассказывает своим ученикам притчу о сеятеле и поясняет им ее значение. Сеятель рассеивает свои семена, словно Господь свое Слово Божие среди людей, в надежде получить добрый плод. Семена, попавшие в хорошую почву, укрепляются и растут, как растет в человеке вера во Христа. Но бывает, что зерна падают на каменистую землю или в сорняки, тернии. Такие семена чахнут и вовсе засыхают, как черствеет человеческая душа к божественному призыву. Как страшно, когда бесплодная душа. Господь все дает человеку. Вкладывает и вкладывает, сеет и сеет, а душа бесплодная. И, конечно же, бесплодная душа, если здесь ничего не родила, как она может родить в вечности? Как она может родить в царственном месте? Конечно же, здесь все, что можем мы исправить, поправить, из греховного сделать праведным, из зла сделать добрым, святым. И будем стремиться, дорогие мои, слышать эти божественные, божественный призыв. Чувствовать эти божественные зерна, семена. В том числе, если мы уже в храме Божьем. В том числе, если мы уже призваны Господом. Не будем бездумно проводить нашу жизнь. И тогда мы сможем, по милости Божьей, дать плод. Наша душа дать плод. Быть плодоносящей. И тогда будет благоносна она и в этой жизни, и в будущем. Также митрополит Кирилл совершил заупокойную литию у гробницы митрополита Исидора, которая располагается в воскресенском пределе Екатерининского кафедрального собора. Духовенство и все собравшиеся в храме единым сердцем пропели вечную память почившему архипастырю. Субтитры создавал DimaTorzok